Эта настойка дает питание нашим растениям. Тщательно надо перемешать. Ой! О, воняет! Нет, пахнет! Но брожение есть! И теперь каждый кустик под корень. Новых кустиков подсохших нет. Значит, средство наше работает. Это я пролила помидорчики. Чувствуют они себя прекрасно. Какие плоды! И это все благодаря нашей настойке. Такие вот красивые наши растения после удобрения. Рекомендую всем! Всем приветики! Вы на канале Дачные Секретики. С вами я Елена. Сегодня хочу поделиться одним маленьким секретиком, что я делаю с буреном. Оказывается, его не только можно высапывать и выбрасывать в капустную кучу, но и можно извлекать пользу. У меня на участке есть такой бурьян, как чистотел, крапива и к этому я еще прихватила самосеянка чеснок. Конечно, для того, что я буду рассказывать, можно использовать разные растения, даже и одуванчики. Ну, в данный момент я буду готовить свою настойку. Эта настойка, она дает питание нашим растениям, и плодовым растениям, и цветам. Но помимо питания эта настойка будет бороться с вредителями. Насколько мы знаем, чистотел считается ядовитым растением. Но он ядовитый оказывается не только для людей, но и для насекомых, которые живут в земле. Это и проволочники, и личинки майского жука, и многие-многие другие. И я решила совместить питание, которое будет получать растение от крапивы, а в крапиве очень много витаминов, и калий, и магний, и много-много всего другого, и защиту от насекомых. Что я буду делать? Берем наши растения, измельчаем их, укладываем в бочку, и в пропорции один к одному добавляем воду. Воду лучше добавлять теплую, и делать эту настойку лучше в теплое время года. Почему? Потому что нам нужно, чтобы эти растения немного перебродили. Я знаю, что из чистотела делают настойку недолго. Обычно полчаса-час настаивают, и этим раствором поливают землю. Но когда делают из крапивы, тогда нужно, чтобы эта настойка перебродила. Ну, а я решила все это совместить. Чистотел нужно использовать в то время, когда он цветет. Когда уже цветочки есть, тогда самая сила у этого растения. И вырывать его можно с корнями. Притом он вырывается очень легко. Тут особо лопаты никакой не надо, не вилл. Также и крапиву можно вырывать вместе с корнями. Ну, крапивы корни там такие, легко не выдернешь. Ну, если крапиву не получится просто вырвать, то придется взять лопатку и подкопать. Ну что, начинаем? Для этого я взяла ножницы. Измельчать можно любым способом. Хотите, рвите руками. Хотите, режьте ножницами. Хотите, кусачками. Хотите, ножом. Ну, просто измельчить. Измельчить не сильно мелко. Вот до такого состояния. Все. Это делать не сложно. Можно попробовать и руками. Еще и быстрее. Да. Ножом, чем хотите, можно измельчать. Крапива жалится, поэтому руками как-то не очень хочется. Попробую ножницами измельчать ее. Крапиву можно брать и молоденькую, и уже постарше. Ну, вот видите, у меня попалась. Тут и помоложе крапива, но это постарее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас в хозяйстве нашлась такая бочка металлическая, старенькая, на 100 литров. И мы решили с Сергеем ее использовать. Вчера набрали туда пол бочки воды. Она нагрелась на солнце. И она сейчас не ледяная. Потому что у нас вода со скважины, она льется ледяная. А нам нужна вода теплая. Все, что мы накрошили, мы высыпаем в бочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тщательно надо перемешать. Но, так как я вам говорила, нужно один к одному, поэтому этого содержимого нам еще мало. Я сейчас пойду еще буду нарезать эту траву и буду опускать ее в бочку. Иногда в эту жидкость добавляют дрожжи или кусочки хлеба. Это ускоряет процесс брожения. Когда оно все перебродит, это пройдет где-то дней. Ну, в зависимости от температуры на улице. Дней 10-12. По-разному может быть. Эту всю жижу процеживают. Жидкость должна быть немутной. Желто-коричневого цвета. Получившийся раствор мы должны будем разбавить еще водой в пропорции 1 к 10. И только тогда можно будет полить наши грядки. Там, где растет клубника, там, где растут помидоры, огурцы. Пролить. И это даст и питание, и защиту от вредителей. Я продолжаю резать и закладывать нашу бочку. Еще по поводу бочки. Для того, чтобы это брожение было и тут была своя среда, тепло, мы эту бочку накрываем пленкой. Сейчас нет такой сильной жары, чтобы эта пена вылезла наружу. Поэтому лучше ее закрыть и пусть она будет плотненько закрыта. Вот я и наполнила бочку нашей зеленой массой. Я сюда пересыпала больше, наверное, чем 4 ведра масла зеленой. Этот состав должен мешаться. Раз в 2-3 дня надо его перемешивать. Сильно утрамбовывать не нужно. Поэтому, если вы видите, что у вас очень много, добавьте воды. Вся эта зеленая масса осела на дно. Она не плавает сверху. Поэтому, чтобы там шел какой-то процесс брожения, надо будет его хорошо перемешивать. То, что сейчас я делаю, это мой эксперимент. Я читала в интернете о свойствах и крапивы, и чистотела, когда они используются по отдельности. Например, настойку из крапивы нельзя замачивать в железной бочке. Но у меня нет другой емкости. Поэтому окрапивы валом. Поэтому я понимаю, что свойства будут частично потеряны. Но делаю так. После того, как мы все это перемешали, мы накрываем пленкой и оставляем бродить. Чем теплее на улице, тем этот процесс пройдет быстрее. Если на улице холодно, он может длиться и месяц. Вот мы и накрыли нашу бочку. Будем ходить проверять, что происходит здесь. Если не пойдет процесс брожения, добавим дрожжей. Но, будем надеяться, он и сам начнется. Еще хотела добавить, что эту настойку нужно использовать в период, когда растение наращивает зеленую массу. Оно помогает растениям пойти в рост. То есть это надо делать как раз весной или в начале лета. Что мы и делаем. Для чего я это сделала? Потому что я планирую посеять еще огурцы, купить рассаду перца, помидор. И чтобы мои растения пошли в рост, я хочу воспользоваться этим раствором. Вот заранее сделала, пока еще не садила, ничего не сеяла. Надеюсь, что к тому времени, когда я посажу и посею, мой раствор будет мой помощник. Вот и прошло ровно неделя, как мы заложили в нашу бочку зеленую массу. Пришли посмотреть, что тут получается. Вся масса, которая была покрыта водой, она поднялась кверху. Ну, сейчас я попробую палкой. Ой! О, воняет! Нет, пахнет! Чего оно воняет? Мне чесноком пахнет. Да, да. Запах чеснока. Ну, брожение есть. Вот, покажи, Сережа. Да, пенка идет. Вы видите? Хоть в среде недели и не было сильного тепла, но брожение у нас идет. Я, на всякий случай, конечно, привезла дрожжи. Думаю, если вдруг что, добавить сюда дрожжи. Но я считаю, их не нужно. Видите, активно. Вот, активная пена. Идет процесс. Идет брожение. Вот, мы сейчас хорошо перемешаем. Оно такого цвета уже. Зеленого оно какого-то цвета. А на дне есть что-то? Нет, нету ничего. Пустое дно. То есть, еще оно плавается, да? Да, да. Я перемешала его. Мы убедились в том, что процесс брожения идет. И оставляем еще на какое-то время. Ну, скорее всего, это будет еще на неделю. В следующую неделю тогда приедем, процедим. И будем поливать наши растения. Я сегодня пришла к своей грядочке с клубникой и обнаружила о том, что мои костики подъедает личинка хруща, майского жука. Решили использовать наш настой, который у нас в бочке настаивается. Хоть он еще и полностью не перебродил, хотя процесс подходит к окончанию. Вот я набрала нашу жижу, которая образовалась в процессе настаивания. Она получилась такого насыщенного зеленого цвета. В связи с тем, что мы боимся потерять вообще последнюю клубнику, решили воспользоваться этим средством и пролить клубничку. Надеемся, это нам поможет избавиться от личинки хруща. Разводим нашу жижу один к десяти и поливаем из леечки. Сергей переливает из ведра в леечку. И теперь каждый кустик под корень Сережа будет проливать только желательно с двух сторон. Вот, да. Сейчас у нас уже вечер, яркого солнца нет. Ну и вот так мы продолжаем поливать нашу клубничку. Очень обидно, когда ты садишь, ухаживаешь, сапаешь. Какое-то насекомое берет и съедает твое растение. Сергей пролил всю клубничку и на этой грядочке, и на этой грядочке, где была посажена клубника только в этом году. Все пролили. В бочку добавили еще ведро воды. Хорошо перемешали. Сейчас накроем и оставим еще на неделю. Хотела показать клубнику, которую мы полили нашим средством. И вы знаете, все прекрасно. Новых кустиков подсохших нет, подвявших. И клубника стоит красивая. Так что, значит, средство наше работает. Пока сильно выводов делать не будем, но надеемся, что наш раствор отпугнул личинки хруща. Наша бочка с настойкой травяной. Брожение уже закончилось. Это Сергей перемешал. И немножко пена. Вот надо, чтобы оно еще постояло немножко. Как бы муть прошла. И тогда можно процеживать и поливать наши растения. Сегодня я посеяла еще огурчики, морковку. Так что, есть что поливать. Сейчас мы закрываем бочку и оставляем еще до следующих выходных. Вот и пришло время воспользоваться нашей настойкой. Уже где-то месяц настаивается у нас в этой бочке измельченная чистотел, зелень чеснока и крапива. Сегодня мы процедим. И на прошлых выходных я высадила рассаду томатов, перца, капусты. И хочу сегодня полить нашей настойкой. Сверху мы собрали траву, которая плавала. Самый большой слой. И сейчас эту траву занесем на нашу компостную яму. Ну а в дальнейшем я хочу процедить. Видите, какой оно получилось. Я надеялась, что оно осядет и будет прозрачным. Но оно почему-то не прозрачное, вот такое мутно-зеленого цвета. Воняет очень чесноком. Сито немного забивается и надо его промыть. Как видим, наш раствор готов. Теперь я беру литровую банку и буду разводить нашу настойку в пропорции 1 литр настойки 10 литров воды. То есть 1 к 10. Но поскольку у меня лейка не 10 литров, а 8, еще надо, чтобы поместился настойка, то я буду, наверное, 700 граммовую банку на полную лейку воды. Буду разводить и поливать. Можно его использовать для полива молодых растений. Это даст хорошее питание, поскольку там есть и азот, и витамины разные. И также отпугивать от разных личинок хруща, от проволочника, от разной твари, которая живет в земле и грызет корни ваших растений. Я в данном случае буду сейчас поливать свои огурцы, которые взошли, чтобы им дать силу в рост и рассаду, которую посадила. Это томаты, перцы и капусту. Данное удобрение хорошо для растений именно в период роста, поскольку там есть азот. Азот дает силу листьям, дает силу растениям. Они хорошо укрепляются и развиваются. Вот у меня 700 граммовая банка. Добавляю туда воды. В этот момент оно перемешивается. И пойду поливать растений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотела бы добавить, что удобрение нашим раствором нужно проводить на влажную землю. Если это вот такие культурные растения, овощные культуры, которые я поливаю, то нужно использовать где-то пол-литра на одно растение. Использовать нашу настойку также можно и для цветов, вновь посаженных деревьев и кустов. Туда, конечно, придется выливать побольше, где-то 2-3 литра на один кустик или на одно дерево. Я закончила удобрять растения. Кроме того, что планировала, конечно, захватила еще. Полила новую рассаду, которую я посадила и которую склевали птицы. Это базилик синий. А здесь у меня растет шпинат. И он как-то реденько совсем взошел. После моей настойки, я надеюсь, он пойдет в рост. Это я пролила помидорчики. Так, как я и рассказывала, пол-литра на одно растение. Удобрила кабачки, которые я просапывала вчера. Ну а еще горох. Он тоже у меня зашел как-то не сильно густо. И пока он еще стоит в траве, Травичка маленькая. Я решила удобрить. В этом году, когда мы наводили порядок с крыжовником и делали опоры для веток, мы обнаружили, что одна веточка у нас приросла. И мы ее откусили и пересадили. И вот этот кустик благополучно прижился. Я его удобрила нашим раствором. Настойкой из травы. Надеюсь, мой совет. Рецепт настойки для растений вам пригодится. Пользуйтесь им. Поливайте свои растения. Укрепляйте их. И они вас отблагодарят за это. Пишите в комментариях, пользовались ли вы моим советом. Напишите, у кого какие есть рецепты. Кто как удобряет свои растения натуральными методами. Может быть, ваш совет пригодится и нам. Опять мы возле нашей бочки с настойкой. Сегодня пришли посмотреть, что творится с нашей настойкой. Как видите, оно опять покрылось плесенью. Я думаю, это ничего страшного. Сейчас мы размешаем. Как видите, эта настойка стала сейчас прозрачной. Абсолютно. То есть, процесс брожения тут закончился. И мы можем ее использовать. Ну и как результат хотела показать наши растения. И будем продолжать дальше. Эти огурчики мы поливали своей настойкой. Ну, недели две-три назад. Ну, как видите, они немножко привяли, потому что я их просыпала. И сейчас очень жарко. Но вечером мы их польем. Чувствуют они себя прекрасно. Ну, эти огурцы я сеяла немножко позже. И тоже поливала настойкой. Здесь моя клубничка, которая тоже была полита настойкой из травы. Раствором. Но только прошли дожди, и она вся заросла бурьяном. Ну, я сейчас просапывать не буду, потому что идет как раз активное созревание плодов. Смотрите. Какие плоды. И это все благодаря нашей настойке. О, вы видите, что там творится? Что там творится? Какая прелесть! Какие у нас красивые уже плоды. Клубника прекрасная. Плоды крупные. И это хорошо. А это наши кустики помидоров, перца и капусты. Тоже проводилось удобрение нашей настойкой. И вы видите, как они себя чувствуют. Они прекрасны. Вот. Капусточка. Тоже. И перчики. Перчики уже даже начинают цвести. Вот. Видите? Цветочек. Кабачки тоже уже начинают. Вот. Видно или нет? Как его показать? Скоро будет здесь кабачок. Такие вот красивые наши растения после удобрения. Ого. И здесь тоже вон вот цветочек. Скоро будем кушать свои кабачки. Я очень рада о том, что начала использовать эту настойку. Мы очень довольны. Растения идут в рост активно очень. Это настойка из травы. Это бесплатное удобрение для ваших растений. Если у вас нет возможности покупать комплексные удобрения для растений, вы можете его сделать сами. Рекомендую всем пользоваться этой настойкой из травы для своих растений. И пусть ваши растения растут крепкие, красивые и дают хороший урожай. Пользуйтесь нашими советами. Все у вас будет хорошо. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Смотрите нас. А мы будем и дальше снимать для вас все новые и новые интересные сюжеты. Пока.